Здравствуйте, меня зовут Умита, я закончила ГИМО, ташкентский филиал, и у меня только один вопрос, что такое халатность и откуда взялось это слово? Здравствуйте, уважаемые зрители! В 17 веке в результате усилившихся контактов с народами Востока в русский язык проникает слово халат. Халат это длинная и просторная одежда, запахивающаяся сверху донизу. Если для жителей Азии халат это предмет верхней одежды, то в России он превратился в одежду домашнюю. Халаты носили дома русские помещики и чиновники. К середине 19 века халат стал символом барства и лени. Прилагательная халатный и существительная халатность приобрели сначала значение неряшливости, небрежности, ленивой бездеятельности. Затем это значение уточнилось. Халатность в современном русском языке – небрежное и невнимательное отношение к делу, недобросовестность в работе. Кроме того, слово халатность является юридическим термином. В статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации халатность определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, которое повлекло причинение крупного ущерба. В зависимости от размера нанесенного вреда халатность может повлечь штраф или лишение свободы. Русский язык – великий, могучий и наделяющий красивой этимологией даже юридические термины. Субтитры создавал DimaTorzok